Прежде всего хочу сказать нашим подписчикам, что вы знаете, что происходит на наших каналах, что происходит на массовой информации, для чего мы здесь все... Что такое презумпция работы полицейства? Во-первых, сам тот, кто это придумал, не может объяснить в полной мере. Как случилось неприятие, что после этого заявили ДТК и господин Ольга. Подчиняйся потом Аскварию. Поэтому, ребята, давайте мы по максимуму распространим людей. Вы подчиняйтесь, а потом обжалуйте. Это говорит о том, что они сами подразумевают, что будут, они не правы. То есть если бы они понимали, что они бывают всегда правы, они говорили, всегда причиняйся, зачем им обжаловать. Аскварию. Давайте мы продолжимся. Я могу сказать свое мнение по поводу предложения о принятии этого законного антанса. Хорошо, я сейчас передам. Мы просим вас отказаться от своих идей, публично. Госпожа Токанаидзе, как вы можете говорить, что полиция не будет отвечать перед украинским народом? Позор за такие слова! Позор за такие слова! Позор за такие слова! Куда поехали? Ну да, у нас интерпретарь. Кто-то приехал. Что скажут? Вон тут прикрытие. Вон тут прикрытие, в часу документы будут показывать. Ввести цю информацию до деканогіза, без будь-яких проблем. То есть я так понимаю, до нас никто не выйдет. Ну, хоть тысяча здесь придет, до нас никто не выйдет. Ну, что вы понимаете до нас? Первое, что про этот закон мы узнали по факту, потому что заявки нам скандиани поступило жодно и по проведению этого законного антанса. То есть что уже есть поручения? Мы ждем Авакова. Это не нормы европейские. Так працуют все правоохоронные органы. Это не нормы европейские. Насколько я понимаю, в России полицейские без наказа совершили. В России передают документы и блоки. Как мы можем доверять? Я сама работала в патрульной полиции, проработала полгода. Я знаю, как это все работает изнутри. До встречи. Тихо, тихо, тихо. Скажите, пожалуйста, нам, как проводится рассмотрение административного дела? Дело об административном правонарушении. С самого начала. Чего начинают? Все, уже неправильно. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Давайте еще одного. Тихо. Начинается рассмотрение дела об административном правонарушении. Представление Алексея, какие у него были качества? Немножко неправильно. Чего? Лица? Так подождите, так подождите. Так вот, вот, вот. Выручиваем. Вот этот, бородатый полицейский. Ну, я хотел бы узнать, вы как начальник, я понимаю, вы вышли из министерства. Мы не задаем это питание, я вам на это вопрос. Как вы ощущаете? Вот один вопрос вам задать. Он вас послал и... Это нормально. У нас еще люди мирные, которые просто, просто... А вот это вот, слишком улыбка, где-то цирк, вообще-то... То есть то, что у них нет, мать, обеспечение, это провокационный вопрос? Это разговоры не с ними, а с их руководством. Это бойцы, которые выполняют свою задачу. А вы зашли сюда для того, чтобы расшатать ситуацию. И вы такие, как есть, они провокаторы. И не расшатывать ситуацию, а защищать на человека. А потому что у меня такой тембр голоса. А вы немножко потише. А вы на войну сходите, и у вас такое получится. Головой? Нет, у меня двойная контура. Послушайте, не вы мне будете говорить, как говорить. У меня двойная контура. Да я вас прошу, просто потише общаться с людьми. Я разговариваю. Да я знаю, я знаю, что я не знаю. Как позволяет мне мое здоровье. У меня двойная контура. Возьми повестку, сходи в армию и вернись. И тогда поговорим. У меня двойная контура. Это нас всех возмутил. Наваков либо госпожа Деканаидзе. И пусть она скажет нам в глаза, что она не собирается отчитываться перед народом Украины, как она это заявляет. О том, что она хоть собирается запретить нам всем вести видеосъемку работы сотрудников полиции. И пусть господин Аваков скажет, как он может доверить пацанам, которые проучились два месяца, наказывать обычных граждан без всяких либо доказаний. Я пришла в полицию, когда была реформа. То есть до этого я в полиции не работала, не служила. Нет реформы в том, что все-таки руководство прикрывает противоправные действия сотрудников. Да, митинг против презумпции правоты полицейской. Для того, чтобы дать полицейским презумпцию правоты, нужно изначально доработать законодательную паузу. Забороны и фото від офисации. Какой нормы нема и не планируется пока. Хотя Деканаидзе заявила про вселюдно. А это один из вариантов. Пока такого вопроса нема и в документах ничем нигде не прописано. Вы обещали нам, что вы с ними созволитесь, и они дадут ответ. Готовы ли они с нами встретиться? Нема и не будет. Хорошо, когда они будут полезны? В полиции документ станет, хотя бы, законопроектом, который предпочит гражданин. Верховный Рад. Как же Гераченко говорит, что на следующей пленарной неделе будет рассматривать? Он еще не в Верховный Рад. То есть Гераченко врет? Не, ну это не первый раз. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что на следующем пленарном заседании будет рассматриваться законопроект, который подат. Сейчас же мы услышали только что от представителя МВД, который выходил от министерства, который сказал, что этот законопроект даже не подан в Верховную Рад. Вы хотели обмануть людей? То есть вы минимум две недели для рассмотрения. То есть нас, как представители организации, хотят пригласить, чтобы мы обсуждали это. То есть там мы договорились, например, будут какие-то слушания и все остальное. Вот вы планируете что-то сделать. Да. Но что-то не происходит так, как вы хотите. Где-то что-то не успели получить выставок, мнение эксперта, Европейского союза. И поэтому может что-то отложиться. Это преступление или что-то? Нет, почему? Ну вы сказали, что это будет чуть ли не упорник уже рассматриваться? Ну, 18-го числа. Внесение Верховного Рады, рассмотрение, убеждение, а еще и принятие закона – это две разные вещи. Но идет процесс, при котором относятся законопроект или от депутатов, или от Кабинета министров. Затем идет рассмотрение, соответственно, регламент, на книжечках, естественно, выставок комитета Верховной Рады. Решение Верховной Рады в первом чтении принять или во втором чтении. Ну вы сказали, что это за основу будет сразу принять. Воспись президента, если не будет консенсус в депутатском корпусе. А я, например, предложу продемонстрировать несколько особо ярких видео, почему это нужно. А есть другие видео тоже? Ну, сразу мы можем вам скинуть, если вы хотите, мы можем скинуть все, если вы не можете найти. Там избивает полиция людей. Да. Они даже идут рассмотренные. И полицейские, если они превысили свои полномочия, они использовали их в рамках закона… Спасибо. 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 Спасибо.